В стадионе «Химик» Вот здесь и будут соревнования сегодня Здесь мы тренируемся в основном Вот такой у нас зал, здесь здание, спектакльное Там у нас и зал для игровых видов спорта и для танцев Вот тяжелый атлет там занимается на первом этаже Пойдемте Здравствуйте, меня зовут Алексей Синьолетов А мне 22 года, занимаюсь тяжелый атлетский Выбирайте С ним здесь приемом занимался, на каноэ Когда уже его поднял Интересно чувствуется на мгновение Вот это вот ощущение, оно Прямо слоится ума, так сказать Держи Молодец Вверх! Держи! Жди команду, жди Из каких-то подручных материалов Строительных Все это делалось Таймирами Вверх! Звучит Молодец Мне особо благодарен Максим 19 лет Держи Опустись Занимаюсь уже в атлетике 2,5 года. Тяжелопрессия по сравнению с тем же футболом, просто это не командный вид спорта, малопопулярный и финансистиральный. Федерации нет, у нее мало финансируется. То есть федерация, то есть область, но на нее так-то крово и нет. Федерации нет, у него один напор осталось. Что, вы уже как думаете, показать? Меня зовут Потелкин Павловный, 28 лет. Я из города Твери, выступаю в высовой категории 85 кг. Разряд, кандидат масса аспорта. Лучший результат в рывке 130, в рывке 160. Я занимаюсь с февраля этого года до 120 месяцев. У нас нет как таковой федерации тяжелой атлетики в городе Твери. Она там не аккредитована, денег мне не уделяется. Вообще этот спорт, который, я так понимаю, мало кому интересен. Я пришел в тяжелой атлетике, выступал в лифтинге. У меня отец занимался, выступал в тяжелой атлетике, он у нас в спорте международного класса. И как-то, не знаю, с детства, мне кажется, это красивый спорт, динамичный, интересный. Меня зовут Гросс Евгения, мне 24 года, тяжелой атлетикой, занимаюсь 2,5 года и имею разрядку на заданность расхода. Держи! Максимальный результат в покрашке 63 кг и 77 кг толчки. Сказал! Давай, зайдешь. Да, я, нахуй, дай-дай-дай. Держи! Город, держи, оп! Ну вот, я так сразу, а, в этом шитое, Первый, первый, первый. На шитое. Держи, оп! Ну, когда ты там училась атлетика в Тверской области, Было очень популярное вид в спорте, у нас было 16 залов вообще по области. У нас были выдающиеся люди, такие как Потемки Михаил, мастер в спорте международного класса, Крачев Владимиров, 4-х раз на реках «Сленд Мира» тоже мастер в спорте международного класса. Что-то, вы говорите, также тренер из сборной России, патитол атлетики в мужской сборной, он тоже был в амбаке в этом зале. То есть имен очень много, когда это спорте у нас было стремлено, но были на перестройке, как бы, многие люди просто пострадали, и наш тоже, как бы, наш свой этот беда в страны не обошла. Поэтому очень долгое время вообще у нас не было штабгистов. Стали буквально появляться последние 3-4 года, приходили в люди, их стало становиться все больше, тренера стали интересованы уже, ну, человек 5-6, вот из тех, кто пришел, выполнены на активные издательности спорта, где-то 2-3 человека готовятся в образе мастера спорта. Но из-за того, что так долгое время, как сказать, стояли на месте, к сожалению, вот получилось так, что мы на 8-7. Ну, правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи! Держи! 13-й сентября. Держи! Держай, держай, держай! Бой! Мой первый тренер, Николай Фокинь Федорович, я к нему пришел, сказал, хочу заниматься тяжелоатлетикой. Он сказал, приноси форму, вот, и начинь заниматься. Я помню свою первую тренеревку, потому что я дома, сама на себя поняла, как делать везок, как делать толчок. И мне очень хотелось, чтобы не тренер это увидел. Я пришла, говорю, а я научилась дома. А, посмотрите, ну, я посмотрела, я не посмотрел, и потом всем уговорил. Смотрите, как я в ней за 3 секунды учительку и толчку. Где-то это было 9 января 2013 года. Где-то это было 9 января 2013 года. Моя первая тренер была в 2012 году, примерно 28 июля. Тогда я пришел в зал, в первый мой зал. И где мы сейчас находимся, в другом совершенно районе города, там был мой первый тренер, я уже давно не тренируюсь. Вот, тогда я пришел и начал заниматься. После первой тренер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...